Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешно. У нас есть сайт во свете Библии православной, и тут вопросы-ответы. И мы сейчас озвучим седьмую папку взаимоотношения. Что-то там впереди пропущено в прошлом году было, не отметил, даже не могу сказать, что именно. И вот эти вопросы взаимоотношения людей. Вопрос 1303. Четвертый том, открытым оком. Что заставляло Авраама так ревновать о гостеприимстве, если он должен был бы пойти в ад? Ответ. Если вы читали книгу «Судьба человека» Шолохова, Михаила Александровича, то должны вспомнить то место, где описывается, что когда пленные русские солдаты находились ночью, закрытые в храме, как среди них пробирался врач, находя больных и помогая им. Зачем ему это нужно было? Для любящего сердца такой вопрос непонятен. Он делает это не ради рая, но только ради того, кому оказывает добро. Гостеприимство Авраама взято в пример и вошло в притчу о богаче Лазаре. Мы не можем проследить до конца результаты добрых дел, но Господь нам дает намек на то, что даже и враги могут сделаться нашими друзьями. В римлянам 12.20. Итак, если враг твой голоди, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делайся е, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Апостол Павел сам, находясь в узах, творил добро всем приходящим к нему и уловил Анисима, сбежавшего от Филимона. Итак, твори добро всем, кто действительно в этом нуждается, и делай это ради Христа Спасителя. Ты ответ такой дал бы, который я даю? Я его читал давно еще. Читал ответ, да? Я все вспоминаю, когда я насчитывал, опечатал отец Напанаил, а приехал батюшка Ишадринская, отец Владимир Карелин. А я из мешка тряхнул, я сейчас не знаю сколько, ну может быть тысячи две этих записок, которые мне давали. И он на кровать залез с ногами и выбирал, и мне, какие он выберет, я на те отвечал. И потом он в конце говорит, ни на один вопрос, я ответил неправильно, сам о себе говорит. Дальше. Стих. Благослови всем сердцем дом, где путнику откроют двери, отыщут место за столом и слову на слово поверят. Где ты, шагнув через порог, ничьих в ладине не нарушишь, Где не закрыты на замок шкафы хозяйские и души. Дом, где ночлег тебе дадут, хоть званым гостем ты и не был, Где никогда не попрекнут краючкой съеденного хлеба. Где ты найдешь, когда придешь, радушье, а не равнодушье, Где высушат одежду в дождь, и слезы, может быть, осушат. И сердце будет питать, пить захлеб. Мир и покой за доброй дверью. Тот дом благослови за хлеб, для всех насущный хлеб доверия. Елизавета Стюарт. Знал такое? Нет. Нет, а это я прочитал еще в армии был. Я люблю поэзию, поэтому я накапливал все время, где бы я ни считал. Поэтому в общей сложности я пользовался примерно 500 поэтов. Вообразить невозможно даже. Опрос 1304. Четвертый том открытым оком. Похоже, что самые большие искушения идут нам через самых близких. Как это стерпеть? Научите. Вот как стерпеть? Вот сейчас только по скайпу вышел на меня человек. Вот как раз в эту скамейку он попадет сейчас. Я попутно покажу, кто это зводит. Надежда Лапкина. Что она пишет? Слава Богу, вот я и дома. Сегодня вовремя. Солнце высоко над горизонтом. В 19.30 все прошло хорошо. На завтра еще пригласили, если живы будем. Ну, я ладно сейчас. Вот она говорит, солнце высоко на горизонте. Это я в избе сижу. Она только что пикнула. Ну да, солнышко еще светит. Далеко над горизонтом. Видишь, что-то это... Все, а когда ночью, то по-другому наружу, наружка. Вот так. Ну ладно, выговорил. Если еще один раз ты придешь в потемках, то и на улице ночуешь. Все. Ответ. Есть такая поговорка. Если не хватает терпения, переходите на долгое терпение. Михея 7.6. Ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Матфея 10.36. И враги человеку домашние его. Любой человек, которого описывают даже самыми правдивыми словами, это всего лишь книжный герой. Но если он будет жить рядом с вами, то его качества, даже положительные, не будут совпадать с нашими привычками и наклонностями. И уже через самое короткое время мы можем разлюбить этого человека. А если он еще и громко храпит ночью, то совместная жизнь делается невозможной для того, у кого очень чуткий сон. Например, кто работал сторожем. Все это на бытовом уровне. А если взять во внимание, что домашние наши неверующие, то чаще придется жалеть их, чем нас. Ради чего они должны терпеть наши странности. Странности. Окончание у тебя заглатывается. Странности. Посты наши приносят им неудобства. А виноваты в этом мы. Разные кастрюли, разные места в холодильнике. Притом они жалеют нас, что мы заморили себя. Это уже поплыли облака. О нас пошли разговоры, что мы стали не такие. И хорошо, если нас назовут просто чокнутыми. Над нашими родными могут смеяться из-за нас. И виноваты в этом опять же мы. Нас раздражает их телевизор. А их наш иконостас. Свечи, лампадки, лестовки четкие. Они только вспоминают о тех днях, когда все было одинаково. Самое трудное, когда это все между супругами и детьми. Благо, если они не будут уверовавшего преследовать, в лучшем варианте предложат размен квартиры. А случается, что изживает со святым. Жития святых полны таких примеров. Иоанна 15, 19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Отношение наших ближних к нам превращается в длинный ряд искушений, исходящих от них. Нам сносить эти искушения должно бы в сладость, и благодарить за это Бога, и приложить все силы, старания, такт, чтобы ни в чем, не уступая своей свободе, сделаться неприметными, забиться в уголок и не мельтешить у родных под ногами, стараясь им угодить во всем, что не противно евангельским заповедям. 1 Тимофея 2, 2 Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Римлянам 14, 13 Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату, случая к преткновению или соблазну. 1 Коринфянам 10, 32 Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Римлянам 2, 24 Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Иногда, при всем нашем желании, добиться мира с родными это невозможно. Здесь уже нужно хирургическое вмешательство. Серахов 13, 22 Какой мир у гиены с собакою, и какой мир у богатого с бедным. Они о нас говорят, премудрость Соломона 2, 15 Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. 3 Ездор 16, 50, 53 Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лицо, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. 4 Потому не подражайте неправде и делам ее, ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами. 5 Стих Женщина старая ходит по улице с длинным широким мешком, под ноги смотрит, вздыхает, сутулиться, вид ее многим знаком. Что-то заметно к земле наклоняется, всунуло что-то в мешок, люди проходят, и ну удивляются, слышатся шутки с мешок. Люди порой как нелюди, чудовища, в сердце им лень заглянуть. 5 Бабушка, может, покажешь сокровища и подари что-нибудь? Вдруг полицейский, он новый, неопытный, что это в сумке твоей? 6 На, погляди, отвечает безопытно, я не таюсь от людей. Смотрит, смутился, вот-вот расхохочется. Так, для кого ж это кладь? Стекла разбитые, камни, и хочется странной старуху назвать. Это в саду я зарую лопатую, чтоб оградить от вреда деток и старцев, машины богатые, что заезжают сюда. Летом тут бегают девочки, мальчики, вдруг, забежав на стекло, могут поранить нечаянно пальчики. Так начинается зло. Гвозди воткнутся в резину колесную и остановят ее. Люди меня называют несносною. Это мой милый вранье. Видишь ты сам, что вреда я не делаю, нет во мне помыслов злых. Я подбираю рукой неумелые гвозди, стекло с мостовых. Видишь, вон шило без ручки железное, будет от этого вред. Хочется мне быть для жизни полезную, даже на старости лет. И полицейский, как вешнее солнышко, сердце добром освежил, в сумке старухи на самое донышко, склянку подняв, положил. Бабушка, ты необычная умница, все твои мудрые слова. И не опасна широкая улица, в годы, пока ты жива. Родион Березов, 1964 год. Видишь как, это баптист, неправославный, Березов. Даже от таких поэтов, малоизвестных, у меня уж перу кушнир не говорю, как я его люблю. Вопрос 775, второй том открытым оком. Как вы думаете, можно ли за безумные поступки называть человека безумным? Ответ. Относительно только одного этого слова, так распространенного у нас, несколько мнений. Одно мнение буквальное. Никого никогда и нигде не называть безумным. Матфея 5.22 А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной. Безусловно, что это слово выделено Христом из общего словарного запаса. Правильно ли перевели его переводчики? Не берусь судить. Но толкует 13-й псалом Давида. Иоанн Златоуст в 5-м томе называет безбожника-атеиста безумнейшими из безумных. Псалом 13.1 Слово безумие, безумный, в Новом Завете встречается 19 раз. И это после того, как это слово уже было запрещено. Почему же им так и не перестали пользоваться? Корень этого слова 66 раз встречается в Ветхом Завете. И никто за произнесение этого слова не был никогда осужден ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Не потому ли, что все, кто к ним пользовался, пользовались точно по назначению? Даже в церковных песнопениях и в канонах церковных арии называются безумным. Разве святые отцы не знали запрета произносить это слово? По всей вероятности, ключ разгадки находится в слове «брат». То есть, если человек употребляет это слово к тому, то принял святое крещение, стал членом святой соборной церкви, причащается святых христовых тайн, исполнен благодати Святого Духа. Столь строгое наказание есть еще за холу на Дух Святой. Может быть, здесь связь именно с этим? Во всяком случае, чтобы не ошибиться, никогда это слово не употребляйте в отношении верующих. Псалом 73, 18 и 22 стих. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хуляют имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Псалом 74, 5. «Говорю безумствующим, не безумствуйте и нечестивым, не поднимайте рога». Это слово мы употребляем на законном основании, на причтении Псалтири много раз. Третье ездрит 10, 6. «О, безумнейшая из всех жен, не видишь ли скорби нашей и приключившегося нам?» Примудрая Соломон 1, 3. «Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, а испытание силы его облечит безумных». Сирахов 20, 14. «Даяние безумного не будет тебе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия». Сирахов 20, 22. «Что много? Чего у него много?» «Глаз». Сирахов 20, 22. «Иной губит душу свою по робости и губит ее из лицеприятия к безумному». Сирахов 21, 22. «Наставление для безумных, а ковы на ногах и как цепи на правой руке». Сирахов 47, 23. «Ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько плакивали твое безумие, что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство». Сирахов 47, 27. «И оставил по себе от семени своего безумия народу». Сирах смело называет поступки сына Соломонова Равама безумными. 2 Петра 2, 16. «Но был облещен своим беззаконией, бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, а остановил обезумие пророка». Римлянам 1, 22. «Называя себя мудрыми, обезумели». Притча 18, 23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив». Псалом 72, 3. «Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых». Экклезиаст 7, 17. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время». Экклезиаст 7, 25. «Обратился я сердце моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежества и безумия». Все. Конец. Так, следующее. Вопрос 2634, 12-й том, открытым оком. «Вы избрали зарубежную юрисдикцию и в то же время высоко отзываетесь об Александре Солженицыне. Почему же писатель, живя за границей, не привкнул к зарубежникам?» Ответ. «Вы что, считаете, что я считаю зарубежную церковь безупречной со стороны Библии?» «Вы мои ответы не слышали, а иначе вопрос и не задали бы. Не обогатворяя ничего и никого, но желание быть вне абсолютной патриаршей лжи, без гнета ее тирании, заставляло нас всегда искать выхода. Мы свободно могли развиваться, образовать две общины на евангельской основе. Если бы Солженицын был здесь, он бы к нам не примкнул. А это уже определенно. Я видел фильм Говорухина про семью Солженицына. У него все мирское. Ответы его не евангельские. Он не пережил духовного перерождения. И естественно, что мы и не могли никак быть вместе. Григорий Граббе пишет, кавычки открыты. Он, Солженицын, еще далеко не составил себе представления относительно нашей церкви. Ему непонятны причины заграничных разделений. Ему, видимо, наговорили про нас, что мы невозможные фанатики, что мы в России всех решительно осуждаем. На письма он не отвечает с Труве и Ко и компания. У него деловые связи по издательству, поэтому им к нему легче доступ. С нашим владыкой Антонием Женевским он раз говорил по телефону, а другой раз владыка был у него с отцом Антонием. Во время разговора все время делал заметки. В некоторых случаях высказывал согласие с некоторыми нашими установками, например, неподчинение Москве, несогласие на автокефалию, твердость принципов, но одновременно выражал недоумение, почему мы со всеми не помиримся. Так и Солженицын бродит среди трех сосен. Быть может, когда-нибудь и разберется. Максимов был у владыки митрополита, и потом я был на его собеседовании. Он очень хорошо отвечал на вопросы в отношении нашей церкви. Он более определенен, чем Солженицын, но у него нет непривычки к церковной жизни. Солженицын, по-видимому, убежден Шаховским и Струве, что мы такие зубры, которыми и интересоваться не стоит. Он нашей литературы и не читает. Чего Солженицын совсем не понимает, это мученического подвига царя. Он смотрит только с той точки зрения, что если он допустил победу революции, то был плохой правитель и не заслуживает как мученик большего внимания, чем прочие мученики ГУЛАГа. Поэтому почитание памяти для царя... Царя для Солженицына. Для Солженицына есть только проявление политического монархического направления и не больше. Вот почему я и боюсь, что он напугает, напутает в новой статье. А если напутает, будет жаль, ибо он приобрел авторитет, благодаря которому многие могут смутиться. 2 Паралипоминон 30.12 И над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. Исход 19.8 И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа к Господу. Деяние 2.41 И так охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Я не нашел ни одного места в выступлениях Солженицына, где бы он дал ответ, взяв его из Библии. И выше этого он бы уже не искал в профсоюзах. Ремонтная бригада не рвачи. Фундамент подновили, чинят крышу, хозяйские зарплаты и харчи. Мешается кто лодырь, то есть лишний. Случается, сумеют подновить, за штукатурить трещины, покрасить. За новое сойдет, но дверь опять кривит. Смешно сказать, но дом зовется райским. Но человека подновить нельзя. Он умер заживо при дедушке Адаме. Храм Божий без единого гвоздя. Нет основания и купол круто в яме. Ни покаянием, ни таинствами даже не ремонтируется падший человек. Лицо души с тех пор чернее сажи. На самом дне в разваленных не брежет свет. Начальник хижины, великий архитектор, сошел на землю, воплотился, умер. В эфире грохот башни вавилонских предков их гордый клич засел в кремлевский рупор. Кто может не лечить, а воскресить с отлевшего, где кости пересохли, сустав к суставу вновь соединить, неотличимого и от собаки дохлой. Смерть нанесла удар, но ей не удержать безгрешного мессию Иисуса. В плоти облеченные еще пока лежат, ни на одном не дрогнет даже мускул. Но победивший смерть Христос воскрес, в Него поверивших Он воскрешает даром. Пир воскрешенных, не здесь недостатка мест, творится новое на основании старом. Плоть не иная, а душа все та же. Но обновленный по воле Яговы, в крещении воскресший омывает сажу, рождает заново евангельское слово. 26 января 2005 года. Игнатий Лапкин. Вопрос 2716, 12 том открытым оком. В книге Деянь для Слова Божия не Туз, страница 163, напечатан ваш ответ от Гедеону, который уже хотел вроде бы вас рукоположить. А ответ архиепископа сохранился у вас? Ответ. Указанный вами мой ответ предварялся вот этими двумя письмами. Кавычки открыты. Получил от вас доброе слово, чтобы мне можно было трудиться где-либо в отсталом, почти несуществующем приходе. Я должен быть облечен властью Божией, быть рукоположенным пастырем, чтобы тот священник, который уже есть там, не начал после моего приезда туда зажимать меня. Мне нужны полномочия от вас, чтобы говорить как власть имеющему. Едва ли вы согласитесь рукоположить меня, из-за страха перед властями? Архиепископа пишу. Гедеону да Кукину. В крайнем случае мне нужно иметь право официальное от вас на проповедь в храме. Если бы я был священником, мне довольно было бы проповедовать и благословлять. В таком случае согласен. А если после моего увольнения отсюда я поеду туда оживлять, выделывать мертвые кожи, а все кончится ничем, ибо тамошний батюшка возревновать может, а слависть своей. Жду вызова после 10, 11 и 78 года. Если бы была святая возможность исполнять волю Господню в благости и в свободе Духа, через вас, брат во Христе Гедеон, знаю, зовет меня Дух Божий на труднейшее поприще в жизни, спасать грешников проповедью о Христе распятом и воскресшем. Нужен ли я такой, как есть? Сердце мое отверсто для вас. Сердечно приглашаем в гости к себе. Посодействуйте проповеди в субботу здесь. Это и будет вашей эпитафией на будущее. Посодействуйте. Мы молимся о вас. Помните нас. Жажду встреч любящий вас Игнатий. 29 октября 1978 года. Кавычки открыты. Новосибирское епархиальное управление Рабу Божию Игнатию. Канцелярия Новосибирского епархиального управления по благословению Высокопреосвященного архиепископа Гедеона сообщает вам резолюцию его Высокопреосвященства на ваше письмо. Кавычки открыты. Вам, как человеку, верующему и желающему послужить в Церкви Христовой, я предложил послушание алтарника в храме, находящемся в родионном центре, и быть послушанием отцу-настоятелю, но не проповедником. Учить теперь все хотят, а учиться, исполняя то, чему учит Святая Церковь, уже называем труднейшим поприщем в жизни. Такой-то Вы в данный момент и не нужны. Оставайтесь с Богом там, где Вы есть. Все. Проповедь неотъемлемая часть литургии. За все ночным богослужением, практика церковная, не знает случая произнесения проповеди? Нет, и все. Не знает случаев. Он случаев не знает. Учится в Академии. По усердию пастыря бывают беседы, если в этом есть необходимость и время. Если есть необходимость, и если есть время. Времени нет, а необходимости не видят, и еще нет. Поэтому циркулярного распоряжения давать нет необходимости. Все. И он уже ушел, умер в вечности. Усердие священника будет только поддерживаться. Архиепист Кобидеон, секретарь гиперархиального управления Филиппов. Пост, видимо, 31 октября 1978 год, номер 529. Третье царство, 21-23. И сказал Ахавнову фею, говоря, Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но он в эфире сказал Ахаву, Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Стих. Местночтимая глупость возносит себя. Курицу учат яйцо ежедневно. Они на молитве, как правило, спят. Их дерзости учит особенный демон. И это не только местечковый грех. Глупость, не походя к ним присосалась. Плюются Ахальники дерзко при всех. Налево, направо, язвительный палец. Что стоило молча размыслить в тиши? Солидность и вес своим мыслям придать. Гордость отчас и стирать, и крошить. В аду за язык не пришлось бы рыдать. Смиряйте детишек под розгой мягкой. Дерзость глушите. Топите в слезах. Непослушание места под пяткой. Привейте им с детства божественный страх. Библейским примером смиряться внушайте. Не скройте трагедии дерзости. Хамство. Иначе не в общине. Сдохните в шайке. Волчата растут. Непокорное паство. Преступно небрежны, кто мимо припроходит. Канонизируют трусость, беспечность. Потворствуют молча, мерзавком, отродью. Что скажешь, когда вдруг развернется вечность? Не сметь защищать поносителей дерзких. От них вместо стазы чернее спухают. У них миллионы погибельных версий. Как правду Христову убить и охаять. На суд инквизиции тащат невинных. Выхода нет из-за запертой двери. За стенках ночами не стоны, а гимны. И стражники часто крестились, поверив. Слепые фанатики старых обрядов. Учитесь библейским смиренным примером. Отверни себя, и детей обретешь своих рядом. Хотя бы шажок до евангельской веры. 21.02.05 год. Игнатий Лапкин. Напрос 2735. 12-й том открытый МОК. Вы были знакомы с Васильевым Д. Д. Дмитрий Дмитриевич. Где он и почему совсем о нем ничего не слышно? Даже не пишут. Ответ. Знакомец с ним не настолько, чтобы назваться его другом. Но в книгах моих есть фотографии, где я беру у него интервью. Обыкновенный мирской человек и все, что он делал, думаю, было не без согласования с органами. Если по-серьезному, то все, что он делал, должно было именно этим закончиться. Среди его чернорубашечников стали быстро появляться разногласия. Они разбились на отдельные кучки, а потом поползли в разные большевистско-фашистские организации. Меня страшно поразило то, что он был с коммунистами рука об руку. Потом он попытался в разговоре эту чуточку сгладить. Но меня от него эта его связь шарахнула до отвращения. Будучи в Америке, читал его статью, кавычки открытые, «Я фашист, и этим я интересен». Она у меня и сейчас есть. Я фашист, и этим я интересен. Может, и не в своей даже смерти он умер. Епископ РПЦЗ Варнава слепился с ним намертво. Когда разваливал дело Божие в России. Есть такая газета большевистская, быть может, даже промасонская. Завтра. И она, в номере 30-м, заявили в 2003-го года, пишет о нем некролог. Кавычки открыты. Он был первым. Дим Димыча не стало. И всего-то ему было 58 лет. Последние годы он редко появлялся на наших политтусовках. Жил в Переславльском районе. Организовал крестьянскую артель. По примеру и подобию деревенских общин. Доказывал делом, что Россия может выжить в любых условиях. Может быть, такие артели и станут в будущем движителями нашего сельского хозяйства. И он опять окажется первым зачинщиком, каким уже навсегда остался в движении за права русского народа. Васильевская память на какой-то миг стараниями нашей всемогущей прессы и телевидения представлялась всему миру некой общечеловеческой угрозой. После слова «спутник», связанного с полетом первых в мире русских космических кораблей, слово «память» оказалось вторым, которому не требовалось перевода. На всех языках по всему миру так и звучало с утра до вечера, пожалуй, лет пять это слово, трактуемое как новая русская угроза миру. И всего-то и мечтал Дим Димыч о возрождении русского национального самосознания, о праве русским оставаться русскими на своей родной земле. Честь ему и хвала за это на века. Ибо как бы они не высмеивали, как бы не оскорбляли Васильева, а миллионы наших сограждан хоть чуточку ощутили себя русскими именно благодаря усилиям Дмитрия Дмитриевича Васильева, не убоявшегося мировой закулисы. В прошлую среду защитник русских традиций, человек, никому не причинивший зла, но сам получивший его в немалых количествах, наш дорогой Дим Димыч умер от сердечного приступа у себя в деревне Креушкино, Переславльского района. В пятницу его отпевали в храме всех святых на Ордынке. Похоронили на Покровском кладбище. Вспомните ныне все друзья и недруги, его призывы и программные положения. И тем же языком сегодня не стесняются на предвыборных встречах говорить нынче и президент России Владимир Путин. Васильевской семантикой переполнены лозунги ЛДПР и Народной Партии. Даже СПСники объявляют себя нынче пламенными патриотами, потому что в ходу у народа нынче и русскость, и любовь к России. А начинала это возрождение русскости в 80-х годах Васильевская память. Под вопли и справа, и слева он был одним из самых первых и самых смелых из нас. Родился Дим Димыч в победном мае 1945 года, влекущий миг России. Потому не желал ей поражения. Всю жизнь боролся с ее врагами. Был близок многим русским писателям. Владимиру Солоухину, Виктору Оставьеву, Леониду Бородину, Владимиру Крупину. Он был глубоко православным человеком. И жизнь прожил по-божески. Вечная ему память. Лука 9.25 Ибо что пользу человеку приобрести весь мир... Так, теперь скажи, как у тебя там с подопечной... А с тебя самого погубить или повредить себе. Премудрая Соломона 9.5 Все это произошло как тень и как молва быстротечная. Екклесиас 2.11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. И на труд, которым я трудился, я делаю их. И вот все суета и томление. Стих. Любым путем добиться бы успеха. Кричат нас в клеточке отмершие, живые. Невыносимо трудно не пошибать бы в вехи, смиряющую прыть, упругость выи. Не знающий подскажем. Выя шея имеет жилы из железных прутьев. Когда сгибается, как тотчас хорошеем, выигрываем даже очень крупно. Так, а ты не могла бы в июне-июне нам помочь нам в делении? Любые средства к достижению цели. Любая революция вопит. Затем репрессия, присыпанная земелькой. Всех тех, чью кровь с руки сумела спить. Ну все, летом к нам приехать. Над мертвым телом дымную завесу пускают поп с прислужниками в купе. Красноязычно по-славянски месит. С презрением не разлепляя губы. Любым путем и мертвых обобрать. Наобещать с три короба им царство. Разбойник, разжиревший, злой пират. За каждый грош умеет с мертвым драться. У верующих не должно так быть. Везде библейское, негасночное слово. Высвечивать средства. Там совесть впереди. К Христу, ведущей дороги или тропки. Победа нам нужна. Но только как? Союз с Лукавом и его дружиной? Категорически не брать их на прокат. Дабы их с лживостью и нас не запружило. Наш путь один. Молчать, веряясь Богу. Но если вынуждены будем говорить, Не встать на путь и скользкие пологи, Нигде не лгать и в мыслях не хитрить. Осветить ли нам нужная победа? Не это главное, но угодить Христу. Дух Божий истребит пусть нас бесследно. Злой волчий дух. Ведь он же наш пастух. Двадцать шестой, ноль третий, ноль пятого года. Так. Все. Все, 36 минут уже. Ну тогда все, закрывай пока.